Только что ехала в транспорте, и, по-моему, это всемирно объединяющий такой момент между пожилыми леди. Они пользуются дешевыми духами и в немеренных количествах. И я вспомнила, когда мне было 11 лет, меня мама отправила в лагерь на две недели, тогда смены были по две недели. Бабушка мне дала с собой гвоздичный лосьон или гвоздичный, как он, одеколон называется, чтобы комары не кусали. Я вспомнила, как меня хотели все дружно задушить подушкой. Поехали! Субтитры подогнал «Симон» Кушадасы, 1 декабря Вот уже несколько дней у всех нисходит с уст слово «война». Так как мои мысли поглощены школой, я сначала не обращала на это внимания, но сегодня в городке настоящий переполох. Война объявлена. Кушадасы, 15 декабря. Пол месяца, как идет война. Каждый день в местный госпиталь прибывают раненые. Моя школа в трауре, и почти у каждого ученика кто-нибудь в армии или отец, или брат. Бедные ребята, конечно, не понимают по-настоящему всего ужаса происходящего, но как взрослые сделали стихими и грустными. Кушадасы, 15 декабря того же дня. Какая неприятность, Господи, какая неприятность. Сегодня по приказу командования школу заняли под временный госпиталь. Пусть делают, что хотят. Мне все равно. Но чем я буду заниматься, пока школу не откроют вновь? Как буду проводить время? Кушадасы, 24 декабря. Сегодня пошла в школу за книгами. Там такая нераспериха, что, кажется, потерять человек не книгу, а самого себя, и то не найдет. Пришлось махнуть на всю рукой. Какая-то сестра милосердия сказала, давайте спросим у главного врача. Он, кажется, убрал несколько книг и распахнула одну из дверей. Комната была сплошь уставлена пузырьками, склянками, аптекерскими, ящиками. На столах лежали груды бинтов. Было очень шумно. Главный врач, сбросив в себя китель и засучив рукава, наводил порядок. Он стоял к нам спиной. Я видела только его шею и седые волосы. В такой обстановке было неудобно заводить разговор о книгах. Я потянула сестру за рукав и сказала, не надо. Но она не обратила на меня внимания. Бэй, Фенди, вы нашли несколько французских книжек с картинками, где они? Старый доктор неожиданно рассердился. Не взглянув даже на нее, он так грубо, так непристойно выругался, что я закрыла лицо руками и хотела убежать. Но в тот момент доктор обернулся и воскликнул. «Вай, крошка, опять ты!» Увидев его, я тоже не удержалась и закричала. «Доктор Бей, вы же были в Зениляш!» Я не преувеличиваю, это был настоящий крик. Опрокидывая на своем пути пузырьки, доктор подошел ко мне, схватил за руки, притянул к себе мою голову и поцеловал волосы сквозь черша. «Мы виделись только один день, даже меньше, всего несколько часов, но какая-то внутренняя обоюдная симпатия связала нас. Через два года мы, как закадычные друзья, вернее, как отец и дочь, бросились друг к другу. Что делать? Человеческое сердце – такая непостижимая загадка. Совсем как тогда, в Зениляш. Хайрулах Бей спросил, «А ну-ка, шелунья, говори, что тебе здесь надо!» Его голубые ясные, как у ребенка, глаза так чудесно сверкали под белесыми ресницами. И я так же, как в Зениляш, улыбнулась ему прямо в лицо и ответила, «Вы ведь знаете, что я учительница, доктор Бей. Разъезжаю по стране. Теперь меня назначили сюда. Беспредельной грустью в голосе, точно ему была известна вся моя жизнь, все, что у меня на сердце, доктор сказал. «Так ты еще не получила известие, крошка!» Я вздрогнула, словно мне плеснули в лицо холодной водой. Часто заморгала, стараясь казаться изумленной. «От кого, доктор Бей?» Рик нахмурился и погрызил пальцем. «Зачем ты меня обманываешь, крошка?» Твои губы научились лгать. Но глаза и лицо еще совсем не искушенные. О ком я говорю? Да о том, кто заставляет тебя кочевать из края в край!» Я засмеялась, пожала плечами. «То есть, хотите сказать, министерство образования? Но вы же знаете, учительница должна служить детям своей страны!» Доктор, как взениляш, опять усомнился в искренности моих слов. Его доводы очень меня огорчили, и я запомнила их слово в слово. «В таком возрасте, с такой внешностью, с таким лицом. Хорошо. Пусть так, крошка, пусть так. Только не будь дикаркой!» Доктор забыл про свои лекарства. Я про свои книги, и мы продолжали болтать. «Так ты учительствуешь в этой школе, не так ли?» «Как нехорошо. Вы забрали нашу школу, доктор Бей. Я думаю о другом. Как называлась-то злополучная деревня, где я обучал тебя профессии медсестры? Помнишь? Ну а теперь будешь мне помогать? Да и разница небольшая. У тебя маленькие мартышки, у меня мои дорогие медвежата. Душой они очень похожи друг на друга. И те, и другие искренние, простодушные, чистосердечные. Время-то сейчас какое война. «Да, помогать моим медвежатам более благородное дело крошка». Он неожиданно улыбнулся, и мне стало радостно и легко на душе. «Да-да, пусть у меня будет дело, которому я смогу отдавать все свои силы, свою любовь. Я согласна, доктор Бей. Приступлю, когда скажете. Да хоть сейчас, посмотри, что здесь натворили. Будто работали не руками, а последовало грубое, неприличное слово». Я смутилась и сказала. «С одним условием, доктор Бей, вы не будете при мне выражаться как солдафон». «Постараюсь, крошка, постараюсь», – улыбнулся доктор. «Но если иной раз вдруг не сдержусь, ты уж извини меня». Мы с доктором до самого вечера проводили в порядок госпиталь и готовились к приему раненых, которые к нам, как сообщили, должны были прибыть на следующий день. Кушадасы, 26 января. Вот уже месяц, как я работаю с сестрой милосердия у Хайрулахпея. Война продолжается. Раненые нескончаемым потоком поступают в госпиталь. Работы столько, что иногда я не прихожу домой ночевать. Вот вчера ночью пришлось ухаживать за тяжело раненым пожилым капитаном. Под утро я так устала, что заснула прямо в кресле у нас в аптекарской. Сквозь сон я почувствовала, что до моего плеча кто-то дотронулся. Открываю глаза – Хайрулахпей. Он боялся, что я продрогну, и осторожно набросил на меня легкое одеяло. Голубые глаза доктора ласково улыбались, но в лунном свете его лицо казалось таким усталым и утомленным. «Спи, крошка, спи спокойно». Как приятны мне эти слова. Я хотела что-то ответить, выразить доктору свою признательность, но усталость и сон одолели меня. Я только улыбнулась и снова закрыла глаза. Я очень полюбила старого доктора, несмотря на его недостатки. Во-первых, он любит непристойно выражаться. Правда, окружающие часто заслуживают этого. Но есть ли оправдание сквернословию? С его языка иногда срываются такие неприличные слова, что я убегаю и по несколько дней потом не смотрю ему в лицо. Доктор сам знает о своем пороке. «Не обращай внимания, крошка, такова уж солдатская служба». И рулах Бей напоминает мне маленького ребенка, которому все прощается за его простодушное раскаяние и милую застенчивость. Второй недостаток, по-моему, еще более ужасен, чем первый. У этого грубого человека поразительно тонкая душа. Он мастерски выуживает у людей признание о самом сокровенном, о чем они боятся говорить даже самим себе. Он знает почти все мои приключения, хотя я старалась ни с кем не делиться об этом. Сама того не замечая, я все ему рассказала. Иногда он задавал мне вопросы, обычно я отвечала очень коротко и сухо, а доктор собирал все по словечку и все узнал. Хайрулах Бей одинок. Лет 25 назад он женился. Через год жена умерла от тифа. С тех пор он живет холостяком. Родился доктор Бей на Родосе. Однако в Куршедасе у него есть какое-то поместье. Словом, этот человек не нуждается в жаловании полковника. Он гораздо больше тратит на больных из своих личных средств. Например, позавчера я прочла раненому солдату письмо из дому. Старая мать писала, что не считая голод, совсем задушили их. Дети пошли по миру. Выслушав письмо, солдат глубоко вздохнул. Хайрулах Бей осматривал раненого рядом. Неожиданно он обернулся. Вот это мне нравится. Но что же вы надеетесь, когда плодите толпы нищих? Злая шутка стрелой вонзилась в мое сердце. Будь она не в палате, я непременно читала бы доктора. Однако, немного погодя, он сам заговорил о письме. Крошка, узнай осторожно адрес матери этого медвежонка. Пошлем 5-10 лир. Мне кажется, старый доктор служит в армии не из чувства долга и не ради денег. У него только одна страсть. Любовь к бедным, несчастным солдатам, которых он называет мои дорогие медвежата. Не знаю почему, но он старается скрыть эту любовь, словно в ней есть что-то постыдное. Кушадас, 28 января. Когда я сегодня утром пришла в госпиталь, мне сказали, что привезли четырех тяжело раненых офицеров. Сестры передали, что Хайрулах Бей искал меня. Всегда, когда предстояла сложная операция, доктор брал в ассистентки только меня. Конечно, говорил он, нехорошо показывать тебе такие страшные вещи, крошка, но ведь надежнее тебя никого нет. Другие только раздражают меня, заставляют кричать, и я сбиваюсь. Я сняла чершав, быстро надела халат, но было уже поздно, операция закончилась. Раненого на носилках отнесли наверх. Крошка, сказал доктор, мы тут без тебя серьезно попартняжничали. Операцию он обычно называл партняжеством. Молоденький штабной майор, гранатой искалечила правую руку и лицо. Он лежит у меня в кабинете, будешь за ним ухаживать. Бедняка нуждается в большой заботе и внимании. Мы вошли в кабинет доктора. На кровати неподвижной лежал раненый с привязанной головой рукой. Мы подошли к нему. Незапинтованными были только левая щека и подбородок. Лицо мне показалось знакомым, но под бинтами трудно было что-либо разглядеть. Хирулах Бэй взял левую руку раненого, пощупал пульс, затем наклонился к его лицу и позвал. «Исхан Бэй! Исхан Бэй!» И тут словно молния озарила мой мозг. Да ведь это тот самый штабной капитан, с которым мы познакомились в доме Абдюрахим Паши в Чандыре. Я сделала шаг назад. Хотела выбежать из комнаты и попросить доктора больше никогда не посылать меня к этому раненому. Но тут больной открыл глаза, посмотрел на меня и узнал. Впрочем, кажется, он не поверил тому, что видит. Кто знает, сколько раз сто минут и как его ранили. Он терял сознание в бреду или в запытии. Видел безумные сны. Да, по выражению его замутнённых глаз, я поняла, что он не верит, что это я. Больной слабо улыбнулся бескровными губами и снова сомкнул веки. «Исхан Бэй!» Несколько месяцев назад люди воспользовались тем, что у меня нет ни отца, ни брата, никого, кто бы мог меня защитить. И заманили на ночную пирушку. Покидая Чандыр, я вынуждена была закрывать лицо. Всем сердцем переживала унижение обычной уличной женщины, которой отправляют ссылку. Мир казался мне исполненным бессмысленной жестокости. Сама я была несчастной, которой не оставалось ничего другого, как только смириться, склонить голову перед жестокой судьбой. И тогда вы защитили меня, проявили благородство, рискуя карьерой, своим будущим, возможно, даже своей жизнью. Печальный случай свёл нас сегодня лицом к лицу. Я не убегу и в эти трудные дни буду ухаживать за вами, как ваша младшая сестра. Кушадаса 7 февраля. Ранение из Ханбэя не очень опасное. Через месяц он встанет с постели, но лицо его будет изуродовано страшным шрамом, который протянется по всему лицу от правой брови до подбородка. Я не присутствую, когда Хируллах Бэй делает раненому перевязки. Не потому, что у меня слабые нервы. Мне ежедневно приходится сталкиваться с более ужасными вещами. Просто я вижу, что мой взгляд приносит ему страдания, чем если бы до его раны дотронулись ножом. Бедняга знает, каким безобразным покидает он госпиталь. Ему, наверное, очень тяжело, хотя он не говорит об этом открыто. Доктор утешает его. Чуточку терпения, молодой человек. Через 20 дней будешь совсем здоров. Но из Ханбэя эти слова приводят в отчаяние. Я отдаю раненому всю теплоту, на какую только способно мое сердце. Лишь бы все эти дни ему было хорошо. У его постели я читаю книги, а иногда даже рассказываю сказки. Да, бедняга молчит, но я знаю, что он все время терзается и ни на минуту не перестает думать о своем изуродованном лице. Иногда стараюсь утешить его. Я опускаюсь в хитрость. Завожу разговор о совершенно посторонних вещах и говорю, между прочим, что на свете нет ничего бессмысленнее и даже вреднее красоты лица. Что подлинную красоту надо искать в душе человека, в его сердце. Кушадаса 25 февраля. Из Ханбэй выздоровел гораздо быстрее, чем мы ожидали. Сегодня утром я принесла ему в комнату чай с молоком и увидела его одетым. Я невольно вспомнила блестящего штабного капитана, которого встретила в саду Абдюрихим Паши, красивого, с гордым лицом. Сейчас передо мной стоял изможденный больной человек. Его тонкая шея, казалось, болталась в широком вороте майорского мундира. Он стыдился своего шрама, словно в этом было что-то зазорное. Неужели это и есть тот самый красавец-офицер? Наверное, мне удалось скрыть свое огорчение. Но я попыталась выдать его за нечто другое и сделала вид, будто сержусь. То за ребячество из Ханбэй. Вы ведь еще не выздоровели. Почему оделись? Офицер потупился и ответил. Постель делает человека совсем больным. Наступило молчание. Потом из Ханбэй добавил, стараясь скрыть раздражение. Я хочу уйти. Все в порядке. Я поправился. Мое сердце обливалось кровью от жалости. Я попыталась обратить все в шутку. Из Ханбэй. Вижу, вы не хотите меня слушать. У вас проснулось солдатское упрямство. Предупреждаю, я буду протестовать. Я все расскажу вашему доктору. Пусть отчитает вас как следует. Вот тогда узнайте. Я бросила под нос и быстро вышла. Но за доктором я не пошла. 25 февраля под вечер. Я разругалась с Харулахбеем. Не на службе. Просто он распустился. Слишком уж вмешивается в дела других. Мы только что говорили об Исханбее. Я сказала, что молодого майора очень огорчает его изуродованное лицо. Харулахбей скривил губы и ответил. Он прав. Я бы на его месте бросился в море. Такая физиономия только и годится, что на корм рыбам. Кровь бросилась мне в лицо. А я-то о вас думала совсем иначе, доктор Бей. Что значит красота лица по сравнению с красотой души? Харулахбей захохотал и принялся подшучивать надо мной. Все это только слова окрошка. К человеку с такой рожей никто и подходить не будет. Особенно девушке твоего возраста. И доктор пожал плечами, как бы подчеркивая уверенность в своей правоте. Я запротестовала. Вы почти насильно украли мои тайны и теперь немного знакомы с моей жизнью. У меня был красивый, даже очень красивый жених. Он обманул меня. Я выбросила его из своего сердца. Я ненавижу его. Харулахбей опять захохотал. Его голубые смеющиеся глаза с блестящими ресницами уставились на меня, словно хотели проникнуть в самую глубину моей души. Послушай, крошка, это вовсе не так. Смотри в глаза. Ну, говори, разве ты его не любишь? Я его ненавижу. Доктор взял меня за подбородок и, продолжая пристально смотреть в глаза, сказал, «Ах, бедная крошка, все эти годы ты сгораешь из-за него. Горишь, как лучина. И тот скот страдает вместе с тобой. Такой любви ему нигде не найти». Я задыхалась от гнева. «Какая страшная клевета. Откуда вы все это знаете?» «Припомни». «Рассказывает ты прекрасная Перри, Перри, святой дух, красавица, рожденных от волшебного поцелуя и вскормленных поцелуями. Это не выдумка. Подобные существа есть и в действительности. Милая Фариде, ты одна из них. Ты создана любить и быть любимой. «Ах, сумасшедшая девчонка, ты поступила так опрометчиво. Тебе ни за что нельзя было бросать того глупого парня. Ты непременно была бы счастлива». Я залилась слезами и закричала, топая ногами. «Зачем вы мне все это говорите? Что вам от меня надо?» Тот доктор опомнился, стал меня утешать. «Верно, крошка, ты права. Этого не надо было тебе говорить. Ну и глупость я спорол. Прости меня, крошка». Но я была вне себя от злости и не могла даже смотреть на доктора. «Вот увидите, я вам докажу, что не люблю его». И хлопнув дверью, я вышла. Опять 25 февраля ночь. Когда я принесла лампу из Ханбею, он стоял одетый у окна и любовался багряным закатом на море. Чтобы нарушить молчание, я сказала, «Вероятно, вы соскучились по своей форме и Фэндим». Комната уже была окутана вечерними сумерками. Казалось бы, у мрак придал из Ханбею смелость. Он покачал головой, грустно улыбнулся и впервые откровенно заговорил о своем горе. «Вы сказали, форма, Ханэм и Фэнди?» «Да, теперь надежда только на нее. Она сделала мое лицо таким, и только она может избавить меня от несчастья». Я не поняла смысла его слов и удивленно посмотрела на Эсханбея. Он вздохнул и продолжил. «Все очень просто, Фэриде Ханэм. Нет ничего непонятного. Я вернусь в действующую армию, и пусть война доведет дело до конца, начатое гранатой. И я избавлюсь от...» Видимо, было молодой майор глубоко страдает. В своей искренности он был так похож на ребенка. Я стояла к нему спиной и зажигала лампу. Но после этих слов я незаметно задула спичку и склонилась над лампой, будто поправляю фитиль. «Не говорите так, Эсханбей. Если вы захотите, вы можете обрести счастье. Женитесь на хорошей девушке. Будет семья, дети, и все забудется». Я стояла к нему спиной, но чувствовала, что он по-прежнему не смотрит на меня и продолжает любоваться вечерним морем. «Если бы я не знал, какого чистое сердце, Фэриде Ханэм, то подумал бы, что вы смеетесь надо мной. Кому я нужен с таким лицом?» В те дни, когда на меня можно было, по крайней мере, смотреть без смеха, я и то не понравился одной девушке. «А теперь такой урод!» Эсханбей не захотел дальше продолжать и, чуть помолчав, добавил, стараясь взять себя в руки. «Фэриде Ханэм – это все пустые слова. Простите, нельзя ли зажечь лампу?» Я еще раз черкнула спичкой, но рука моя никак не могла дотянуться до фитиля. Уставившись в дрожащее пламя спички, я задумчиво ждала, когда оно погаснет. В комнате опять стало темно. Я тихо сказала. «Исханбей, прежде вы были гордым, самоуверенным. Непережитые неудачи, не утраченные надеждой не сделали ваше сердце таким чутким, как сейчас. Пренебрегая карьерой, возможно, даже рискуя жизнью, вы защитили молоденькую девушку, бедную учительницу начальной школы. Но тогда вы не были убиты горем, как сегодня. Зачем скрывать? Я понимаю ваше страдание. Почему бы теперь этой бедной учительнице начальной школы не посвятить всю свою жизнь вашему счастью?» Раненый майор ответил срывающимся голосом. «Фэриде Ханэм, зачем вы даете повод к несбыточным мечтам? Не делайте меня совсем несчастным». Я решительно повернулась к нему, потупившись, и сказала. «Исханбей, прошу вас, женитесь на мне. Примите меня. Я сделаю вас счастливым. Мы будем счастливы с вами». Мои глаза застилали слезы, и я не могла рассмотреть в темноте лица майора. Исханбей поднес губам мою руку и робко поцеловал кончики пальцев. Все кончено. Теперь уже никто не смелится сказать, что я его люблю. С того дня ты сделался для меня только чужим, только врагом, Кямра. Я знала, мы никогда больше не встретимся с тобой лицом к лицу. Никогда не увидимся на этом свете, не услышим голоса друг друга. И все-таки я никак не могла вырвать из сердца ощущение того, что я твоя невеста. Что бы я ни говорила, что бы ни делала, я смотрела на себя, как на вещь, принадлежавшуюсь тебе. Я не могла пересилить себя. Да, к чему лгать? Несмотря на мою невинность, возмущение, протест, несмотря на все пережитое мной, я все-таки оставалась немножко твоей. Впервые я это поняла сегодня утром, проснувшись невестой другого. Да, невестую другого. Столько лет просыпаться твоей невестой, а потом в один прекрасный день проснуться невестой другого. Кямрам. Только этим утром я рассталась с тобой. И как рассталась? Точно несчастный переселенец, у которого нет права увезти с собой дорогие воспоминания, нет права в последний раз обернуться и посмотреть на то, что он оставляет за собой. У меня был план пойти сегодня утром с Исхан Беем в кабинет доктора и сообщить ему о нашей помолвке. Мне казалось, что для такого события будничный халат медсестры слишком прост и может огорчить моего жениха. В саду росла тощая павилика. Я сделала из нее букетики, приколола к груди. К это утро я опять застала Исхан Бея одетым. Увидев меня, он заулыбался простодушно, как ребенок. Я подумала, что делать его счастливым сегодняшнего дня – мой долг. Стараясь казаться веселой, я протянула ему свои руки. Бунжур, Исхан Бей! Затем выдернула из букета несколько веточек и приколола к его мундиру. Думаю, этой ночи вы спали спокойно, чудесно, а вы радостно и безмятежно, как новорожденная. Почему же вы тогда такая бледная? И счастье может сделать человека бледным? Мы замолчали. Губы Исхан Бея были бесцветны, как молоко. После короткой паузы он медленно заговорил, запинаясь нерешительно, стараясь сдержать дрожь голоса. Предэханым, я буду вам признателен до самой смерти. Вы дали мне возможность пережить неповторимую ночь, какой у меня не было даже в прежние счастливые времена. Я вам только что солгал, сегодня я не спал до самого утра. Мне все время слышались ваши слова. Прошу вас, женитесь на мне. Я не сомкнул глаз, потому что нельзя было терять ни одной минуты этой единственной счастливой ночи, когда я был вашим женихом. Благодарю вас. Я не забуду этого до конца своих дней. Я взглянула на Исхан Бея и сказала, и сделаю вас навеки счастливым. Молодой человек был взволнован. Он хотел взять мои руки, но не осмелился. Нежным, ласкающим голосом, словно обращаясь к больному ребенку, он сказал мне, «Нет, Фериде Ханим, я знаю, что у этой ночи не может быть завтра. Я был так счастлив, и все-таки через несколько часов я уеду. Расстанусь с вами». «Почему же, Исхан Бей, вы отвергаете меня? Это нехорошо. Обнадежить, а потом уехать разве так можно?» Офицер прислонился спиной к стенке, закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Ах, этот голос!» Он вздрогнул и почти сурово произнес. «Еще немного усилий, и страдания заставят вас думать, что вы действительно любите меня. Почему бы и нет, Исхан Бей? Раз я решила обручиться с вами, значит, на это есть причина». Исхан Бей ответил с горькой иронией. «Ну, конечно. Раз вы решили выйти за меня замуж, значит, вы меня любите. Но я не хочу, чтобы вы вот так меня любили. Неужели вы действительно допускаете возможность нашего брака, Фериде Ханим?» Я молчала. «Фериде Ханим, неужели вы считаете меня таким низким человеком, который может принять милостыню? Ведь в вашем отношении ко мне нет ничего, кроме жалости к несчастному калеке. Я потупилась, охваченная беспредельной грустью». «Вы правы. Мы оба несчастные люди. Я думала, если соединить два горя, может получиться счастье. Это была ошибка. Я указала на саблю, висящую на стене, и добавила. «У вас все-таки есть утешение, как вы сказали, возвращение на фронт? А я женщина. Я более несчастна, чем вы». Было холодное зимнее утро. Жених и невеста стояли друг против друга. У каждого на груди букетик тоненькой веточки, повелики. На губах жалкие улыбки, такие же жалкие, как эта тощая зелень. Ну а через десять минут молодые люди расстались со слезами на глазах. Вот так несчастный старший брат вращался с одинокой, маленькой, сестрой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok